Восвитая служба информации телерадиокампании Гомель, в студии працуя Марина Джалая. Глядите у гэтым выпуску. Прочистая шестая и митинг, концерты, выставы и подарунки. У Гомеля отзначу День незалежности. В веке истории у Хойниках пройшел тематичный аутопарад. Демонстрация народных костюмов и майстер-класса драмесников. Гомельчан запросили на свято-вышиванки. Кружить карусель. Подарунком для самых маленьких стал новый аттракцион. Танцуй, пакуль молоды. У Гомеля с концертом выступил Олег Газманов. А зараза бгэтым и иншим больше подробязна. Сегодня в Беларуси означается самая масштабная национальная свята – День незалежности. У Гомеля святкование распочались зурачистого шестя, у делу, яким приняли больше 25 тысяч человек. Усе подробязнасти у материале Олега Сентюрова. Яны сбираются задолго до початка офицейных мероприемств. Ветераны, керунки в области города, простонки прационных коллективов, спортсмены и творческая молодость. Чематр, кто приходит с семьями. У Марины и Константина Стефнякова два полуторагодовые сыны. Звычайная счастливая семья, яких у республицы тысячи. Але именно в итоге это и можно лечить одним из головных достигнений в суверенной Беларуси. Могчимость быть выполненным в будущем своим и своих детей. Нам сейчас полтора годика. Ну дальше планы расти, здоровьем быть какие. Ну работать потом. С декрета выйдем. Будем работать. Папа наш работает, помогает. Неглядячи на отпускный час и низу 7-летняя на дворе у делу 6 приняли коллектив 25 тысяч человек. У першиню им заденишали не только державную символику, а леи 22 гербы, гомеля и всех райцентров. Для сучастных поколений беларусов 3-го липеня святой миру надеи новых дяснений. Своей працей мы доказываем верность традициям наших батьков и дядов. Будуем мощную и квизнейшую державу. С такими словами, с нагода свята до Жахарова региона звернулся керавництва Гомельского оборудования и областного совета депутатов. У гэта святочный день ожидаем Жахарам в области мощного здоровья и счастья. Нехай над Беларуси завсюду будет чистое мирное небо, покой у сердцах людей и добробытых домах, говорится в Веншаванне. До речи разум с гомельчанами удел во врачей сусих приняли и гости. Сегодня делегация профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области присутствует на таком мероприятии в Дне Республики. Это для нас большая честь. А сотрудничество наше во всех областях, поскольку мы профсоюзы, что в Беларуси, что в России, что в Санкт-Петербурге, что в Гомеле, занимаемся одними и теми же задачами. Защищаем человека труда. Врачи суси с нагоды Дня Незалежности протягнулись к мемориалу «Вечный огонь». Приведение митингу на это место у Гомеля заявляется уже шмат годовой традицией. Мероприемство закликано нагадать, какой ценой досталась Беларуси ей незалежность. Под час Великой Чинной войны на территории Гомельской области деничили 29 партизанских бригад. Разобством, под час оккупации, город был практически полностью разборан. После вызволения коллектива завода «Комсельмаш» напрыхает. Наличиво всего 76 рабочих и служащих. Школа завод 50, завод имя Кирова у Вугули 18. Отновление города почалось литерально с первых днём после вызволения. И уже на приконце 44-го года тут працевали 25 подприемствов. Для супросовников Держаутоинспекции 3-го липня двойное свято. Одночасово с Днём Незалежности, и они означают ящей и годовину створения своей службы. Отповедная постанова Совета народных комиссаров Советского Союза была принятая 3-го липня 1936 года. И хоть дата не круглая, гэта подстава ящеростно гадать об работе ДАИ. По угомелле центральной падеи стали показальные выступления перамосов опочняха республиканского огляду конкурсу прасхийного мастерства супросовников Даружно-патрульной службы. Ходкаси Махчимы и не вельми значная, максимум до 40 километров, а ле нервовая напряженность на межи Махчимыга. Ходкасное маневрование занятых для соправдных мужчин на справе повторить такое. Может, далеко не каждый водитель профессионал с великим стажем. Правда, и применяется такое воджение у жити достаточно редко. Заявление новых ценно-значных объектов до державных святых на Гомичине стало уже доброй традицией. На этот раз ее протягнули открытием реконструктивной пешеходной зоны набережной Ракисош. Этот участок протягивший около полутора километров был попадаван в 70-х годах минулого 100 года. За минулый час его бетонное покрытие оказалось значительно пошкодженным. Больше 2 миллиона рублей на реконструкцию выдавали областные и городские бюджеты. Почас открытия, старшиня Гарбаканкама Петр Керченко каже, что все запланованное выконанное за 3 месяцы. Причем тут працавала целая армия будонников с Гомеля, Чачерска, Хойник, Речесы, Рогачева, Будокошалева, Мазара и Жлобина. Пешеходная зона этого участка набережной выкана на выгляде белорусского орнаменту. Мы не претендуем на оригинальность, но я хочу вам сказать, что вероятно наша вышиванка, вот эта старая набережная, она вся из белорусского орнамента состоит. Это самая большая вышиванка в республике Беларусь. Поэтому это тоже символично и тоже в наш государственный праздник такой красивый вклад. Дефиле модели у национальных костюмах, белорусские песни и арт-парад. На передних галонных святок краины в Минску прошел день вышиванки. У столицы собрались делегации из усих районов краины. На святе побывала и наша здымочная бригада. Под гэтые гуки на проспекте Пераможцова открылся арт-парад. Велотреалисты, ролеры, духовые оркестры, рыцарские клубы, рок-гурты. Проставников усих регионов Украины в этот день объединяла вышиванка. Не глядячи на несприяльные надворы, шестя отрымалася малявничим и запоминальным, а не которым дождь был на эту радость. У святочным шестя проставники нашего региона основный акцент зарабили на танцевальных номерах. У гэтым им допомог ансамбль танца «Миловица» у Варовицкого центра дитяшей творчасти. До речи, у параде символично змогли присутничать усе регионы Гомельской области. Их стяги пронесли делегаты. В эти дни, когда мы празднуем День независимости, когда мы празднуем День вышиванки, белорусы всего мира еще раз подумали о том, что они белорусы. Подумали о том, что у нас очень богатая история, у нас очень красивая культура, традиции. Это то, что нас объединяет. И в том числе нас объединяет вот эта вышиванка, эта вышивка. Гости свята неодноразово подкресливают. Национальный орнамент – это не просто прыгожий узор. Вышиванка – символ белорусского народа, який мы пронесли в простагодде. Пора давно было вспомнить о своих корнях, которые идут к славному нашему прошлому. И многие даже сегодня, которые носят вышиванку, иногда и не догадываются, что это скрытый код нашего народа. И именно он позволил нам оставаться теми, кеми мы были – мирным, трудолюбимым, дружелюбным народом, обращенным в будущее. У дельников свята в этот день веншовали и вядомые белорусские выканавцы. На головной сцене выступили у дельники Йоробашини-2017 группа «Нави-бэнд». Музыканты признаются, что народные костюмы уже давно стали для их шасткой сценичного образу. На пляцовце Каля Палаца Спорту разгорнулася выстава, вырабав народных майстров и кермаш белорусской национальной кухни. Мабыц самым популярным в этот день стал гандлёвый павильон с рогачовскими караваями. Аромат стоит на всю площадку праздника «День вышиванки». Рогачёвские пироги – они самые лучшие, и они такие же сладкие, как рогачёвская сгущенка. Оба ж с вядомыми выканауцами выступали и подшинающие коллективы. Простовников нашего региона глядачи запомнили, дякуючи гомельской группе «Старый фольварок», якая выканала народные песни и уластные композиции. И аж и одним ярким моментом выступления стала демонстрация коллекции вопротки «Клында» с тканиной, рушной работы, орнаментом белорусских рушников. Коллекция полностью изготовлена изо льна с помощью скарбницы. Сейчас очень популярны эти этностили, принты, вышиванка. Мы часто используем данную коллекцию для конкурсов красоты. И месяц Гомель недавно проходил, где именно эта коллекция тоже принимала участие. Завершился день вышиванки дискотекой «Дыско-фолк» и битвой белорусских диджеев. Алексей Немкевич, Михаил Рабко, телерадиокомпания «Гомель» из Минска. А в Гомеле свято-вышиванке отзначили сёння. Гуляния разгорнулася для галонных корпуса медуниверситета и сопроводжалась концертной и выставочной программой. Вероника Ворошилина доведалась про сокрыты народных умельцев. Гомельская область, яка в целом Беларусь за всё дославилась своими народными маэстрами, и это еще раз подтвердили оригинальные выставочные пляцовки свято-вышиванки. И они растягнулись по полицеланге от областного громадско-культурного центра до Гомельского державного медицинского университета. Свято-вышиванки – мероприемство, накерованное на популяризацию национальных традиций изъявляется своясобливым лунцужком для слушания разных поколений. Выставы соломяных и ганчарных вырабов, интерьерные предметы с природных материалов, оголовные, национальные костюмы, тканые речи с элементами орнаменту и ручники. Гости свято могли не только всё деталёво разглядеть, а и доведаться про длюстрованные на речах сакральные символы. Например, стародавняя неглубская традиция, наличивая больше 100 орнаментов, которые заховались в тканых вырабах. Ромб символизует жанучизна, косы крыш – мужчинские, парные символы протяг роду. Знакомитые неглубские ручники и сё не створаются зуликом усих сакральных символов, как кажуть по старых канонах. Процесс их вырабов гости свято-вышиванки могли убачить на властные вочи. Агафья Михалкова, майстер звёздки Глушковича Лельчинского района, ткала полотно над рауляным саморобным станком часов Великой Айчиной. Не глядяши на шановный взрос инструмента, он рупливо слухался госпадыню. Блескуча в икону – усе складанные манипуляции. Гости свято-вышиванки могли и особисто принять удел у гэтым неопростым, однако вельми займальным творчим процессом. Пошла с майстер-класса у однородных умельцев, кожен мог научиться зам ткацтва и вышивки. Свято супроводжала яскравая, музычная, театрализованная программа. Головная идея про звёздовичные, хореографичные и вокальные номеры узнавить подеи минулой эпохи и адлюстровать досягнений сучасности. Со сцены артисты расповядали об героичных самоданных фронтовых подвигах советского народа у гады Великой Айчиной, а так само об сегодняшней молодой, пригожей, гостиной и миролюбивой Беларуси. Вероника Ворошилина, Сергей Лукашук, телерадоя компания «Гомель». Усе районы в области до Дня Незалежности подрихтовали уластные программы. У Хойниках свято отзнашили аутопарадом, вехи истории, хореографичной композиции и выставой сельских подворков. Дмитрий Котыл принял дел в аурочистостях. Святошная программа у Хойниках распочинается с урочистого митингу «Ля помника танкистам». Проходят годы, изменяются поколени, але великий народный подвиг на завжды у памяти. День Незалежности свято, якое объядновое поколени. На жилобном митингу керавнистого района, представники громадских организаций и молодь. Гэта не только махшимость узгадать минулое, але и на года по 200 вынеки, зробленного в 21-м стагодзе. Жахарам района ёсшим гонарыцца. Створаются новые рабочие месяцы, будуются жилё. Именно віта тут отзначена самая високая народжальность у Гомельской області. Многие гости, которые здесь бывают, они приятно удивлены, так преобразился город. Если ещё 10 лет назад мы были по пейзажам нашего города, наверное, самой худшей в Гомельской области, но когда президент и губернатор обратили внимание на нашу территорию и провели день письменности, здесь стало лучше жить. Поэтому это связано, наверное, с теми благами, которые создаются сегодня на территории области для людей. И поэтому семьи живут, рожают детей и не боятся. Разыночка святочной программы – парад тематичных экспозиций в ехе гистории. Автомашины проезжаюць одна за другой, кожная символизуя особный периэт у гистории краины. Кастрышницкая рэволюция, грамадзянская война, працовные и навуковые подвиги советских людей. Доходзи чаргай до самого складанного периэду у летопису Беларуси – Великой Айчынной. У дельники урошистого шестя – молодая змена. Ты, кому будовать завтрашний день. Ты, кто будет работать Беларусь, я еще больше мощной и пригожей. Свято протягивая хореографичная композиция, присвеченная 135-ти годзю с дня народжения народных песняров Беларуси – Янки Купалы и Якуба Колоса. Основные жгуляни проходили в городском парке. Тут разгорнулись шматликие тематичные выставы, гульнявые пляцовки и мастацкие пленеры. Особливой популярностью корыстались вот такие сельские подворки, где же хоры и гости районного центра могли убашить гумористичные представления самой разной тематики. Например, в подворку Сутковского сельского совета рассказывают про брат сватовство. Это шоу-программа «Одметность Хойницкого района». Створальники подворков подкресливают – исти по житти треба с гумором. Тогда и працовать легче, и пероносить негоды. На подворках можно было и подшествоваться вязковыми стравами. Свята никого не покинула бы Яковым. Праздник, он с улыбкой, но немножко грусти все-таки в душе остается. Мы помним о наших предках, о наших дедах и прадедах, которые подарили жизнь, пожертвовали своей жизнью ради того, чтобы мы сегодня праздновали и улыбались, и радовались, и были счастливы, что мы можем жить в независимой и свободной стране. На жаль, головные герои свята, ветераны войны, не смогли наведать урожистости. В Хойницком районе их засталось усяго 11, и по стане здоровья, яны уже не мают махчимости приходить на свята. Меньшование и подяку за наше мирное житё примают дома. Жихар Хойников Иван Шкурко пошёл на фронт у 1944-м, кали ему было 19 годов. Воевал под Брестом и на территории Польши. Ни одной чы отрымливал раненни. Пусть молодое поколение помнит о подвиге советского народа в большей войне. Понимало это и нас, ну и чтобы они жили, и богатели, и молодёжь – это самое главное. Дмитрий Котов, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель» с Хойников. Национальный колорит постарались подкреслить на всех святочных пляцовках. У Любинске микрорайоне Гомеля массовое гуляние прошли на улице Мележа. У забавляльную программу включили гастрономичные конкурсы, выставы белорусских страус-бульбы, узоров лоза-плятеней и предметов декоративной прикладной творчасти. А кроме того, тут прошёл фестиваль национального орнамента под названием «Беларусь – краина натхнения». На им можно было не только увидеть, как работают опытные мастеры, а и самому попробовать постигнуть мастерство вышивки. Так само гостей свято чекали интерактивные пляцовки и фотозоны. Гуляем около часа. Всё очень нравится, всё организовано на высшем уровне. Очень много призов всяких. Ребёнка очень нравится. Разнообразия очень много, от маленьких детей до взрослых. Каждый себе может найти любое развлечение, лишь бы хотеть. Было в настроении главное самое. Вот мы только подошли, но пока мы шли к сцене, мы уже заметили, что здесь очень много сегодня выставок. Очень даже хоть нету солнышка, но люди все с позитивной, с настроением, с улыбками. Заметили и выставки национального обряда, и современные выставки заметили. Всё очень здорово. В самых маленьких же хоро регионов День незалежности у Гомельским парку Но мы всё-таки решили выбраться, прогуляться. Наша мама участвует в параде, в торжествах. Ну а мы пока прошлись по парку. К нам подошли сотрудники парка и предложили прокатиться бесплатно на новом аттракционе. До веншаванья со святом Дня незалежности сегодня долучился знакомитый эстрадный спевак, композитор и поэт, народный артист Российской Федерации Олег Газманов. Он подарил шмат приемных эмоций усим, кто пришел на его концерт у Гомеля. Олег Газманов спевак со широй душой, харизматичный и энергичный. Его веселые и милогучные песни объединяют представников разных поколений. Газманова любит жахары многих краин, бо он завсюды ширый и открытый со своим слухачом. При этом с Беларусью спевака связывают по-особливому теплые относины. Сегодня для меня большое счастье и удовольствие поздравить вас с самым главным праздником. Тем более приятно, что все мои предки родились в Беларуси. Я очень люблю приезжать сюда, люблю эту страну. А с Гомеля у меня теперь еще роднит то, что 9 мая здесь посадил свое дерево Победы. Так что частичка моей души здесь. Поэтому счастья, удачи, с праздником, хорошего настроения. У репертуара Олега Газманова шмат популярных композиций. Усеях он выконвал уживую и заражал слухачоу своей энергией. Весь тадеону один и порыве бадера подпевая. Одну с песен народный артист Российской Федерации просветил своему старейшему сыну Родиону. Який народился именно в Третьего Липеня. Танцы пока молодой, мальчик, танцы пока молодой. Танцы пока молодой, мальчик, танцы пока молодой. Танцы пока молодой, мальчик, танцы пока молодой. Центральная пляцовка собрала Гомельчан каля-лядового палаца. Тут выступили белорусские и российские артисты. На сцену выходили Виталь Сычоу, Вольга Андреевская, Артем Мельников и диджеи проекта «Тритон». Под их композиции гости свято удельничали в интерактивных и спортивных программах. Самым маленьким наведывальникам святочной пляцовки пропоновали аквагрым и настольные гульни. Мы живем вот рядышком, решили выйти на прогулку, зайди сюда. Очень праздник нравится, все хорошо организовано. Дочка любит танцевать, мы пришли потанцевать, погулять. Вот разукрасили, сходили на батут, все очень интересно. Святочные мероприемства протягиваются. Их яскравой финальной кропкой станет акция «Праспеваем гимн разом». По традиции на пляцовце каля-лядового палаца сберутся кероники в области и города, ветераны, военнослужащие, активисты хромадских организаций, гараджане и гости областного центра. День незалежности объеднула у всех, кто шануя славную историю свою айчыны и верить в ее будущее. Это свято у васабление героизму, стойкости и мужности величи духа нашего народа. Символ едности, добробыту и росквиту белорусской державы. После массового выканания державного гимна небо над Гомелем раскветит святочные фейерверки. За ими можно будет назирать во всех районах города у 23 годины. Гэты и иншые новины вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tevergomel.by. На этом выпуск завершен. Я и мои коллеги веншуем вас с Днем Незалежности и жадаем здоровья, душевного спакою, добробыту и судовного настрою. Субтитры создавал DimaTorzok